Добрый день! Меня зовут Козьев Илья. Я работаю в R&D подразделении компании SberDevices с генеративными языковыми моделями. Я хочу рассказать о модели, которая, я надеюсь, будет полезна тем, кто проводит эксперименты с диалоговыми системами, особенно если в них используются правила. Модель доступна для свободного использования на Hagen Face и ссылку на ее карточку можно найти в презентации. О чем вообще будет идти речь? При разработке вопросно-ответных систем, особенно если диалог человека с системой будет неформальным, естественно, можно столкнуться с такой особенностью. Люди не всегда отвечают развернуто. Зачастую диалог сводится к обмену одиночными словами, идиомами, междометиями, особенно если мы уверены, что наш собеседник владеет языком в достаточной степени и способен восстановить подразумеваемые части ответа из контекста диалога. Самый простой пример, это ответ на вопрос, как тебя зовут. В зависимости от настроения собеседника, ответ на него будет либо просто свое имя, либо собеседник добавит туда еще, например, встречный вопрос. В любом случае глагола «зовут» и его ответа, скорее всего, не будет, потому что он легко вычисляется по контексту. Пример номер два, вот на этом слайде, демонстрирует, что и достаточно длинный диалог может вестись в таком же стиле, когда в репликах грамматическая основа, то есть подлежащая сказуемой, а фактически отсутствует. Отсутствием глагола дело зачастую не ограничивается. Очень часто, когда в силу прагматических или стилистических соображений собеседник должен или хочет указать в своей реплике на что-то, о чем речь шла чуть раньше, он вместо повтора существительного использует нестремление, как в примере «ты собак любишь? Не люблю я их». С анафорами не так уж редко возникают неоднозначности, на которые мы, кстати, даже не всегда обращаем внимание, так как обычно достаточно здравого смысла, чтобы все понять правильно. Например, фрагмент «мне на голову упала коробка», а что в ней было, вообще говоря, подразумевает, что местоимение ней можно заменить либо на коробку, либо на голову. И такого рода неоднозначности – это такой стандартный источник анафористических шуток. Можно еще вспомнить такой анекдот. «Доктор, мой ребенок не ест мясо, чем его заменить?» И ответ – собакой. Собака всегда ест мясо. В данном случае местоимение «его» допускает формально два варианта замены. Есть и другие типичные паттерны сокращения репы к диалогу, кроме вышеупомянутых эллипсисов и анафор. Например, мы склонны опускать и личные местоимения «я», «ты» и так далее, когда грамматическая форма сказуемого позволяет однозначно его восстановить. Тут лингвисты употребляют термин «продроп» для описания такого явления. Хочу отметить такой интересный нюанс с этими диалоговыми эффектами. Человеческое коммуникативное поведение, вообще говоря, очень гибкое. Поэтому, если мы подозреваем, что, например, наш собеседник плохо понимает наши реплики, в силу, например, своего слабого владения языковыми навыками или из-за шума, мы просто переходим к полным фразам, чтобы сократить вероятность неправильной интерпретации. Поэтому, если вы смотрите на логи своего чат-бота и видите, что человек говорит с ним такими короткими фразами, то это, возможно, означает, что человек просто подстроился под бота. И, возможно, в каком-то смысле бот провалил свой тест тюринга. Чем могут мешать неполные реплики на практике? Очевидно, что отсутствие в предложении таких важных частей, как сказуемое, мешает или делает вообще невозможным использование многих стандартных алгоритмов или подходов MLP. Например, начиная с регулярных выражений. Также отсутствие лексики или поломанный синтаксис мешает классификатором интента, сентимента, парсером и так далее. Особенно хочу остановиться на выделении фактов. Если вернуться к самому первому примеру с вопросом «Как тебя зовут?», можно заметить, что ответную реплику человека, в котором сообщает свое имя, нельзя просто сохранить, допустим, в базе данных, в профиле пользователя, и затем использовать при инференсе новых ответов. Тут причина проста. Такой же ответ можно получить на вопрос, например, «Как зовут твоего друга?». И вообще много фактической информации, которую человек будет сообщать о себе в ходе беседы, можно было бы запоминать в его профиле, если бы это были полные клаузы. Собственно, задача рассматриваемой модели как раз и заключается в том, чтобы восстановить полный текст из краткого ответа собеседника, заполняя эллипсисы, переписывая анафоры и так далее. Кроме этого, желательно, чтобы модель нормализовала порядок слов, точнее, составляющих предложений. Во многих случаях это означает, что в восстановленном предложении сначала будет идти, например, подлежащее, затем сказуемое, затем дополнение и так далее. Но это не догма. Если человек в конкретном контексте регулярно предпочитает другой порядок слов, то разумно использовать именно такой порядок. Самый частый случай – это фразы типа «у меня есть что-то», когда формально подлежащее что-то находится в конце. Также хорошо бы вопросительные слова перемещать в начале предложения и восстанавливать местоименное подлежащее, даже если глагол явно указывает на подлежащее «я» или «ты». Кроме того, в ТЗ на разработку модели можно внести некоторые упрощения, чтобы сделать задачу более обозримой. Например, будем работать только с диалогами, не будем пытаться восстанавливать элипсис и раскрывать анафору в художественных текстах. Также не будем требовать от модели выдавать информацию, откуда она берет заполнение и замену, то есть решать задачу по референции. Как можно решать данную задачу? Предлагаемая модель основана на генеративно-языковой модели из сберовского семейства «Руджи-Петти». Главная особенность этих моделей состоит в том, что они предобучены на очень большом корпусе текстов. Среди этих текстов, кстати, есть некоторое количество диалогов. Благодаря этому ретрейну в весах модели запечатлено очень много информации о языке. Чтобы использовать такую языковую модель для своей задачи, нужно дообучить, то есть отфайн-тюнить ее на своем датасете. Среди достоинств использования именно больших генеративных моделей отмечу, что это позволяет не использовать никаких словарей, громоздких и хрупких ручных правил, парсеров и так далее. То есть можно с этой моделью поработать прямо в интерфейсе «Хакгинфейс» без всяких дополнительных приседаний. Важно и то, что для моделей архитектуры GPT есть много всякой информации и готового кода для прикладных задач типа дистилляции и прочего. Можно ли использовать для решения такой задачи другие нейросетевые архитектуры? Конечно, можно. Я первоначально решал ее с помощью sequence-to-sequence модели с attention и получал, в принципе, неплохие результаты. Забавно, что вот эти два подхода с помощью GPT и сек-то-сек модели характер допускаемых ошибок систематически различается. То есть решение на базе GPT иногда может добавить что-то с потолка, скажем так, сгаллюцинировать, но старается хорошо соблюдать громадку языка. А сек-то-сек решение более склонно выдавать мусор из токенов, если, допустим, используется токенизация sentence-pits и подобное. Итак, для файн-тюна GPT нам нужен датасет. Модель, которая выложена на Hugging Face, обучена примерно на 110 тысяч аксэмплов. Вот такого рода, как показано на этом слайде. Такой формат выбран из соображений и удобства пополнения. Для него нужен только самый простой текстовый редактор. Так как для такой задачи, вообще говоря, нет доступных русскоязычных датасетов, учитывающих диалоговую специфику, то пришлось сделать такой датасет собственными силами. В рамках диалога проводилось несколько дорожек, в которых выкладывались датасеты для геппинга, анафоры и кореференции. Но они, к сожалению, заточены под художественный и легкоглицистический текст, а не диалоги. Поэтому сначала я сделал попытку нагенерировать искусственных синтетических данных. Кратко опишу, как это происходило схематично. Берем синтаксический парсер, например, Udipay с русской моделью. Я брал модель, обученную на корпусе Syntagrus. Берем предложение с нормальной грамматической основой. С помощью парсера выделяем в нем сказуемые аргументы. Далее в коде пишем правила для генерации вопросов компонентом, подвижающим сказуемым обстоятельствам, дополнением. И также с помощью кода генерируем краткий и полный ответ на каждый такой вопрос. Такой алгоритм позволяет с минимальными ручными усилиями получить довольно большой обучающий корпус. Но, к сожалению, очень трудно выписать в коде все способы сокращения фраз, которые возникают в диалогах. Поэтому корпус получается немного однообразным. И мои замеры качества на размеченных ручной данных показывают, что синтетические данные довольно сильно проигрывают в качестве модели. Поэтому в какой-то момент было принято решение полностью отказаться от использования синтетики и использовать только ручную разметку. Теперь о файнтюне. При файнтюне РУДЖИ 5 нужно задать некоторые гиперпараметры. Например, скорость обучения и количество эпох обучения. Я выбрал одну эпоху обучения из тех соображений, чтобы модель не сильно забыла информацию из Питрейна, не потеряла обобщающие способности. Выбор же параметра скорости обучения было решено сделать с опорой на некие объективные метрики. Я использовал кросс-валидацию на трех фолдах, а в качестве метрики взял символьную похожесть с генерированного текста и эталонного. Так как задача подразумевает довольно сильную унификацию генерируемых текстов, в частности нормализацию порядка слов, формализацию подвижащего, то применение простой символьной похожести, а не более сложных метрик из практики машинного перевода, например, выглядит вполне обоснованно, на мой взгляд. Символьная похожесть считалась на наборах трехсимбольных шингов, на которые нарезаются тексты. Ну вот тут можно видеть, что оптимальное значение скорости обучения для трех вариантов Руджи-Пяти лежит где-то в районе двух или трех десятитысячных. Как я уже говорил, обученная модель доступна для свободного скачивания с Hugging Face. Через некоторое время я также планирую выложить и полный датасет для обучения этой модели. На последнем слайде есть полезные ссылки, по которым можно пройти, посмотреть материалы для решения похожих задач. Все, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok